Здравствуйте, дамы и господа. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, смотря в какое время вы смотрите. С нами сегодня Константин. Он жил довольно-таки много лет в Монреале, в Канаде. Сейчас он живет в России, в Уфе. И он сегодня расскажет вам свою историю, почему он туда переехал, где он жил, с кем он познакомился, где он сейчас живет в России и так далее. Константин, здравствуйте. Добрый день. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Во-первых, сразу вот так вот начнем. Как вас найти? Есть какие-то соцсети? Есть соцсети. Ну, во-первых, кому найти интереснее будет? Это я женский коуч. Мы с моей женой Иветы помогаем женщинам быть уверенными в себе и желанными для успешных мужчин. Получать от них помощь, подарки и заботу. А также найти, встретить успешного мужчину и выйти за него замуж. Найти можно в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и даже, может, в инстрии. По имени Константин Виттер. Короче, как всегда, все ссылочки будут в описании. Если что, заходите, посмотрите. А это Константин. Расскажите, пожалуйста, где вы родились, на кого вы учились, и когда вы переехали в Канаду, и вообще зачем вы тогда туда переехали? Родился я в Омске. Пятьдесят лет, ровно пятьдесят лет назад. С днем рождения мы вчера исполнились пятьдесят лет. Потом выучился на инженера или энергетика. В сложные девяностые годы была проблема. Моя семья, ну, моя мама с родителем переехали в Мариуполь. И я тоже потом, после окончания института, переехал именно туда, в Мариуполь. Там была у меня, как это я говорю, мини-эмиграция, десять лет прожил там. И после этого, после проживания десяти лет в Мариуполе, переехал в Монреаре. А почему Мариуполь из Омска? Моя мама просто хотела приехать куда-то на юга из Омска. У нее, ее мама жила в Майкопе. А для мамы, для моей мамы, Майкоп и Мариуполь, это приблизительно одно и то же с точки зрения Омска. Понятно. То есть, вот, и она, ну, поближе туда. Это все-таки далеко Омск, а Мариуполь и Майкоп, они где-то рядышком, в одной степи. Вот и переехал туда. А я потом следом, потому что мама начала бизнес, я стал ей помогать. Родственники еще остались в Мариуполе? Родственники остались, остались, ну, с ними сложные отношения. Сложные отношения. Сложные отношения, и это, опять-таки, ну, это уже тема Украины, как это. Ну, они живы-здоровы, я надеюсь. Живы-здоровы. Это самое главное. Это знаешь, как это. Он за тех, а я за правду. Понятно, самое важное, что живы-здоровы. Хорошо, в Монреале, ради интереса, вот, примерно, где в Монреале жили. А вот, знаешь, вот, как этот, а драмтеатр, все его знают, он такой простиничный. Вот, а драмтеатр, там, в течение одного квартала, вот, как раз между, там, парк был, это, там, район и администрации, там, район и того самого роддома, который тоже известен. Ну, у меня, там, дочка в этом роддоме родилась, тоже, вот, такие моменты. Хорошо. Приехали в Монреаль. Вопрос такой, какие были ожидания, и какие были первые чувства, когда вы вот только приехали в Монреаль? Ну, смотри, ожидания всегда, это что-то новое. То есть, я ехал за новыми ощущениями. То есть, вот, я понимал, что, ну, как бы, я застрял в болоте, мне нужно куда-то было вырываться. То есть, я думал, все, я здесь уже, ну, нечего, как это, надо двигаться вперед. И тогда, вот, неизвестная страна, Канада, дай поет, посмотрим, а я еще и за границей тогда не был. И вот, поехал, приезжаю туда, и, вот, знаешь, вот, ощущение первое, вот, помню, приезжаешь, непонятно, это же перелет, что там, все, все. То есть, выходишь на улицу, свежий запах, красивая, красивая улица, это вот Ле Фонтан, парк Ле Фонтан. Не могу назвать, ну, хорошо, ладно. А тогда оно было красивое. Хорошо. Хорошо. Сейчас, тогда оно... А это в каком году было? Это был 2005. 2005 год, хорошо. То есть, там, я понимаю, во что он потом превратился, но тогда вот этот пруд, идешь по улице, свежо, и вот, какая-то другая жизнь, вот, ощущение, что чего-то незнакомого, другого совершенно, вот, первое, и что-то, ну, как, оно более цивилизованное, вот, по тем ощущениям, которые, вот, я в первый день был, чисто. То есть, там, а с почвы другие, там нет вот этой вот пыли. Да, в этом смысле, там пыли такой нету. А у меня подобное ощущение, каждый раз я на какое-то длительное время еду в какую-то другую страну. Ну, вот, например, когда я первый раз поехал в Болгарию, ощущения были примерно те же самые. Ну, я туда, кажется, на месяц я первый раз приехал. Вот. Когда я переезжал из Монреаля в Торонто тоже, хотя это та же самая, ну, это та же самая Канада, но языки другие. Расизм совсем другой, можно сказать. Другие ощущения, но та же самая страна. Также, когда я, вот, например, из Америки переезжал в Канаду, ну, я прекрасно знаю эти ощущения, даже когда первый раз переезжаешь, запах тоже как-то помогает сохранить вот эти ощущения. Я, например, примерно помню запах, когда вот первое утро, когда я в военной академии, вот, было первое утро, первая зарядка, я тогда проснулся, я вот это ощущение, этот запах, я вот помню. И странно как-то вот это все запоминается, так что я прекрасно понимаю. И еще, вот, ты напомнил такой момент, странность в моем, это в моем, когда я приезжал туда, я отсыпался. То есть там спишь, вот спишь, 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 и потом часто было, ну, первое время прилетаешь, когда в Россию, все нормально, все, все активно, возвращаешься, несколько, чуть ли не делю, ты вот в сонном состоянии, как будто воздух другой. Вот тут другая, какая-то другая атмосфера, другая жизнь. Не, не добавить даже ничего. Вот такое, это опять, я рассказываю про свои ощущения, про то, что, ну, через что я прошел. Хорошо, а кем вы там работали? Работал он первоначально, то есть там, вначале же ищешь языки, вот эти все там, вначале французский, потом понимаешь, приходишь на ровно, а тебе говорит, хопа, нам нужно, нам нужен английский, я пошел к охранникам. Даже спрашивали на пост охранника, английский? О, получается, что вот я выучил язык, все, я иду на пост, а там попадаю я в заведение, как я сказал, ну, как некоторые богодельни, для пожилых евреев. А, тогда английский, да. Английский язык, все, и там спросили, как говоришь, да, да, ну, надо же пройти. И вот на первом, вот на этой работе, у меня была ночная смена, и сложность в том, что когда вот бабулька ночью, что-то ей приснится, звонит, говорит, а я не помню, как, что ей вообще надо, и что сказать. И еще понимаешь, что сейчас тебя рассекретят, что ты вообще не говоришь, на тебя пожалуются, тебя выгонят. Вот такое через это проходил, через охранник. Ну, хорошо, охранник, а потом какие еще? Потом работал по, занимался компьютерами, потом перешел на коучинговую тему, вначале занимался коучинговой, вот, снижение веса, там, а потом уже перешел на вот то, чем сейчас занимаешь, женский коуч, уверенность для женщин, нахождение мужчины. А как вы вообще вот начали, мне вот интересно, как эта мысль пришла в голову стать, вот, например, женским коучем? Я просто даже не могу представить себе, вот сидишь там на кухне, вот, вот хочу стать женским коучем. Оно же не сразу происходит, оно постепенно, и вот у меня мама сильная женщина, очень такая сильная, она построила бизнес, она сделала его, вот, все, и вот, ну, как это, немножко вот это ее доказать, что вот она, что она может, что она сделает. То есть она прошла, вот, вытащила нашу семью из, ну, мы же приехали в Мариуполь, а там никто. То есть это еще, это эмиграция сильная, то есть мы из Омска, где у нас связи, что-то, приезжают в Мариуполь, там никого нету. И там начинать, совершенно, конечно, знакомых, не знакомых, ничего, не росли, никого. 90-е годы, и вот мама начинает бизнес, начинает бизнес, который вот, ну, чтобы семья вначале прокормилась, а потом, ну, и поднялась. И этот бизнес ее увлек, и она вот туда отдавала, и получилось так, что, мама, вот, вот это, вот вся, как это, в мужской линии, и она от этого заболела и умерла. То есть красивая, замечательная женщина в 62 года. Она умирает, это вот как раз 14-й год, все. И для меня вот тот момент, когда я поняла, почему так произошло, что с ней случилось. И вот, ну, как это, любовь к маме, и вот начал копаться, копаться, и вот выяснил ту вещь, что как раз вот то, что вот ее погубило, это вот, вот те самые, ну, как вот, нехватка женской энергетики, то есть внутреннее состояние. И вот чтобы, знаешь, вот как это, ну, какой-то, ну, помочь другим женщинам, которые попали в эту ситуацию, которые тянут все на себе, которые считают, я все сама, вот чтобы их вытащить. Вот это вот внутреннее состояние и помочь им, вот это подтолкнуло меня к этой сфере. Интересно, ну, спасибо, спасибо, что рассказали. То есть это вот такое внутреннее состояние. И это вы продолжаете делать тут вот в России. Именно потому что с моей супругой. А вернемся обратно тогда к Монреалю. Вы там прожили сколько лет? 15. 15 лет. Сейчас вы живете где в России? В Уфе. В Уфе. Понятно, что не в Москве, на всякий случай, наконец-таки у меня появился человек, ну, знакомый, который в Уфе живет, можно поговорить. Какие бы вещи вы хотели бы рассказать зрителям про Монреаль? Позитивные, отрицательные, которые бросаются в глаза, которые невозможно как-то обойти, например. Можно сказать, там какие-то позитивные, какие-то отрицательные. Слушай, сразу, если не позитивные, негативные, то, что бросается в глаза, это оранжевые колпачки. Да, да, да. То есть, вот, когда там говорят, вот, в России коррупция, я говорю, ребята, вот. Давайте в Монреаль. То есть, ситуация какая? Здесь, я понимаю, что здесь что-то там химичат, но здесь вот проходишь, дороги классные, ты по ним ходишь, ну, я здесь наслаждаюсь. Понятно, что вбухивают деньги куда-то налево, это уже другой вопрос. То же самое происходит в Канаде, но с одним нюансом. Они делают так, чтобы дороги сломались. То есть, они сразу делают их плохими, перегораживают, летом все дороги перерыты, и везде стоят вот эти вот оранжевые колпачки. Откуда и вот символ Монреали, это не вот это, не башня, не... А оранжевый колпачок. То есть, без него, вот, никуда вы... Вот попасть человека, попасть человеку в Монреаль и не увидеть колпачок, это сложно. Я видел монет... Как это? Туристические монетки. Вот эта монетка, какое-то шоу там. Они приезжают в Монреаль, снимают про Монреаль, и я смотрю, а как они умудрились так снимать? Это же какая работа. Орел и Решка. Орел и Решка, да, вот, Орел и Решка. Они снимают, мне же интересно, там показывают. Блин, где колпачки? Как они смогли это сделать? Блин, то ли вырезали, то есть, вообще... Я другое хочу сказать. Они еще, ну вот, тоже с женой смотрели, мы с женой познакомились в Монреале. Мы смотрели, и они засняли город так, как будто весь город Монреаль, это как старый порт. Хотя старый порт, он маленький. И это неплохо, это нехорошо, просто когда, это как вот, я не знаю, приехать куда-нибудь на... Ну, где, в центр Москве, где-то там, на пруды, вот, и сказать, что вся Москва именно вот такая вот. Приехать в самый красивый, самый интересный город. Здесь, ну, вот насчет Москвы... Не города, а место. Они, она здесь и такая, она очень обширная. То есть, это, грубо говоря, площадь красная. Вот она уникальна. Вот, и вот этот вот... Ну, как и старый порт Монреаль, он тоже... Старый порт, он маленький, ну, как красная площадь. Просто я помню этот выпуск «Орел и решка», где они просто так снимали. Они даже умудрились снять улицу Кроссент, по-моему, я же забыл, как называется. Они ее так сняли, что она не выглядит, как... Она короткая. Да-да-да, ну, они, они как-то... Ладно, они это сделали. Вот. Продолжайте насчет конусов и коробств. Вот, это то, что вот... То, чего не бросается. А еще, знаете, ну, как вот то, что зрители слушают, смотрят у тебя. Мне хочется сказать о тех вещах, которые не знают, может быть. И вот, что вот, когда спрашиваешь, а почему ты поехал, что тебе в Монреале нравится, я говорю вещь, которая... Вот, что вы? Велосипедные дорожки. Это тема такая. У меня в детстве была мечта вот ездить по велосипедным дорожкам, чтобы вот из одного города в другой. Понимаешь, да? Вот сел и едешь по велосипедной дорожке. Не по автомобильной, а по велосипедной. И ты знаешь, вот Канада, Квебек особенно, она завалена вот этими дорожками. То есть, ну, становишься на нее, и можно ехать десятки километров без того, чтобы машина на тебя, мимо тебя проедет. Там и не только для велосипедов. Там же и эти дорожки для вездеходов и снегоходов тоже. Зимой они специально выделены. Это зимой идет. А там эта особенность, причем, именно Канады. Такого нету в Европе, тем более. Немножко есть в Штатах. А, ну, понятно, в Европе нету, в России тем более. Связано с тем, что раньше там были поезда, рельсы убрали, осталось насыпь, где-то вот сами дороги. И они большую часть преобразили их в велосипедные дорожки. И это для тех, кто любит на велосипедах кататься, вот поехать в Канаду и там, ну, получить удовольствие. Я посчитал, что я где-то в велосипедных дорожек на полторы тысячи километров поехал. То есть вот, вот, и это небольшая часть. Там есть, например, участки, можно специально, называется, маленькая железная дорога, паровозик. По-французски забыл, как звучит. Petit Train du Nord. 200 километров, сама дорога, едешь по шикарной местности. Вот у меня был такой пробег, я за два дня ее проехал полностью. Ну, это для любителей. Не все, не все такие вот фанаты велосипедов, как я, например, для меня я фанат мотоциклов. Я могу в любой стране, где есть хоть какая-то дорога, могу сесть, поехать, и я этим буду наслаждаться. Но опять не все люди от жизни именно хотят хорошие дороги для мотоциклистов, например. А вот другие какие-то вещи, которые ежедневные, с которыми обычный человек встречается. Не просто с велосипедами. Ну, так, хорошо. И позитивные, и отрицательные. Не обязательно. Позитивные? Смысл в том, что вообще позитивные это находится всегда в душе. То есть, вот ты задаешь вопрос, а я понимаю, что мы с супругой, вот там, где мы находимся, там стараемся, чтобы нам было хорошо. Поэтому даже какие-то, если моменты негативные, их можно переформатировать. Ну, вот, например, мне честно, вот один раз, несколько раз я разговаривался с друзьями и знакомыми на эту тему. Те, которые переехали оттуда, и мы подумали, а какие вообще плюсы? Вот мы так думаем, мы долго там жили, может быть, это наше поколение такое. И мы подумали, какие могут быть плюсы от бытовой жизни, например, в Канаде. Ну, вот, жить в своем доме, а не в квартире, кому-то нравится, для кого-то это дико одиноко. Может быть, если вы компьютерщик, вы сидите дома и работаете постоянно, не хотите вообще никого увидеть, это может быть большой плюс. Для меня это минус. Я люблю жить среди народа, я люблю смотреть какую-то активность. Вот, плюс, например, в Канаде красивая природа, ну, и природа красивая фактически везде. Там ее охраняют, там охраняют природу очень хорошо, очень, вот, в этом, она отличается, природа лучше в Канаде. Здесь есть. Там ее охраняют, там, где ее, грубо говоря, охраняют, но это парки, скажем, а если нужно добывать какие-то природные ископаемые, там так же относятся, как и... Я не знаю этих вещей. Не знаю этих вещей. Не знаю этих вещей. То есть, вот, вот, ничего не знаю. По бытовым, понимаешь, тоже, ну, допустим, я смотрел интервью, говорили, что там вот, здесь более инфраструктура. Ну, мне и там было нормально. Ну, одно метро находится. Ну, пошел я чуть дольше, ну, взял все, что надо. То есть, такое, мне нормально было. Я не знаю, как в Уфе, но инфраструктура тут, по крайней мере, в Москве, непонятно, сколько раз выше, чем в реале. Она выше? Да. Но это не является, как показателем, вот, что, как это, важной ценностью для меня. Вот, а ну да, есть, но, ну, можно так, можно и сяк. Хорошо, тогда, про позитивные вещи, если есть, что еще сказать, с удовольствием послушаю. Я думаю, подписчики тоже послушают. И тогда, вот, скажем, из бытовой жизни, такие же отрицательные вещи, которые, помимо конусов, я знаю, что здравоохранение там, это интересная тема для каждого человека, который жил в Канаде. Здравоохранение, это, да, это вот, у меня, и вышка там подсказывает мне, как раз, какие, на что обратить внимание, с чем столкнулся, потому что я забываю. Ну, вот, у меня ухо заложило, и оно сильно заложило, и я не мог там ничего сделать. И вот, когда я приехал в Уфу, вот там мне его прочистили. То, специально, я понимал, хороший врач, он вытаскивал меня. Вот, вот, это вот. В Канаде, ты можешь, ну, ты знаешь, как это. Если ты, я, я-то знаю, но проблема, что, когда один человек это говорит, и выкладывает сразу, я не верю, я не верю, когда это повторяет каждый. каждый, смотрите, вот, тоже, вот, ну, смотрели, что-то, как это, вот, смотри, Станислав, чтобы, не люблю, когда ругают, говорят, что вот в России плохое здравоохранение. Здесь можно, что называется, заплатить и попасть. То есть, в принципе, это найти врачей, все возможно. То есть, какие-то связи, всегда это существует, кому-то принести, это можно. Что касается в Канаде, там невозможно это сделать. Ну, может быть, у каких-то спецов кто-то может продвинуть. Если какая-то болезнь, вот, приходите через 3 месяца. То есть, это, через 3 месяца. Если какая-то обычная даже болезнь. Это обычная, это все вот, а как, а что через 3 месяца? Ну, вот, вам назначаем встречу через 3 месяца. То есть, вот, болезнь. А у меня были, то есть, с ногами, что-то случилось. Вот, вот, кошмар, и я понимал, что, прошел к врачу, тут, family doctor. Семейный доктор? Семейный доктор. Он что-то сказал, и пройти, я понимаю, что он фигню не говорит. ощущаешь, что, ну, не то. А они хуже, 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 и потом уже, сказал, ну, поехали, вот, вот, urgency, как это? Уржанс, в приемную, я не знаю. Приемная, ускоренного режима. И, там, я прикидывался раковым больным, типа, у меня может быть, канцер, все, чтобы меня быстрее продвинулить. Потому что, ну, 6 часов, это вообще как это, это очень быстро. 6 часов вот такое. Многие люди, может быть, скажут, это неправильно, но те люди, которые жили в Монреале или в Канаде, они это понимают. И люди, которые не жили, никогда не поймут. Там очереди настолько длинные. Вот, пример из моей жизни. когда на мой день рождения я топором попал по ноге, по пальцу, вот, и я задел какую-то маленькую артерию. Мне там еще перевязали ногу, мы ехали где-то 40 минут или час до госпиталя, это было на севере Кебека, я не помню, как это место уже называется, но приехали туда. Там, когда развязали мне ногу, оттуда опять пошла кровь, мы уже ехали час, я уже сказал, что мы час ехали, и они знают, что я топором попал по ноге. Они обратно завязали, сказали, иди как бы сиди, доктор, может быть, через пол часа или час подойдет. Вот, там сидели люди, у которых, я помню, сидела женщина, у нее был этот крючок, ну, для рыбалки. Крючок для рыбалки был в пальце, я думаю, вы тут сидите, у меня как бы это, ну, ладно. И мы с другом что-то говорим, говорим, а это мое день рождения, мы должны быть на кемпинге, там у нас и, там все, что нужно для кемпинга для молодого человека. Мне тогда, по-моему, было 22, что ли, или 23. И мы так поговорили с моим другом, кстати, Костя тоже зовут, и он такой, дрыгай ногой. Ну, хорошо. Я сидел, мы смотрели, смотрели там телевизор, я дрыгал, дрыгал ногой. Короче, потом смотрел, там такая большая лужа крови, огромная. Я тогда уже думал, так, может быть, я тут и останусь в этом госпитале. Но именно, вот этот момент, из-за этого момента они поняли, что у меня все серьезно, и потом доктор, она начала рыбачить за этой артерией. Я смотрел, Костя, он был в стороне, он чуть позеленел, а мне наоборот было интересно. И она там начала рыбачить, пытаться ее как-то завязать, эту артерию. Ну, в конце концов, я тут, я жив, так что у нее получилось. Но я понимаю, вот это чувство, когда ты приходишь, ты думаешь, блин, я тут могу сидеть 16 часов. То есть, такое это, самое, лучше не связываться. Вот самое, лучше не болеть. Единственное, что когда вот происходит, тоже был случай, когда у меня, давай немножко чуть-чуть, позитивный момент добавить. Хорошо, хорошо. А на эту же тему, то есть, что, когда я переходил дорогу, меня машина, которая поворачивала налево, меня ударила в задницу. Это позитивный момент? Что ты не понял? Я лежу, такое все, и это вот место, концерт-люк, где-то там, на бульваре концерт-люк, место пустынное, и быстро появились канадцы, тут же помогают, тут же что-то делают, тут все-все, полицию тут же вызвали, тут же скорую остановили, скорая просмотрела, все, типа, все нормально, спросили, хочешь ли отвозить, то есть, ну, как это, благодушное расположение людей, взаимовыручка, вот это положительное. Я это и у нас тут видел. Да, вот про это проговаривать, очень вот хорошо, что касается, ну, когда мне предложили, езжай в больницу, я думаю, сейчас я туда поеду, там, на целый день, а мне нужно завтра было ехать еще в этот, в Атаму, я сказал, не, я лучше, дома отлежался, вот, вот такой, потом поехал. А, вот еще один интересный момент, я же уехал, кошечка осталась там, моя любимая кошечка, и ее, что-то у нее стало нехорошо, ее отправили к ветеринару, то есть, и ветеринар толком вот смотрит, я ничего не вижу, а давайте-ка мы, то есть, уже взял, взял большие деньги, уже начислил за то, что он посмотрел, а потом говорит, а давайте-ка мы еще вот рентген, а что-то еще сделаем, а что-то еще сделаем, я говорю, нет, свою супругу спросил, она проконсультировалась здесь, сказала, что нужно делать, по телефону мы как раз проконсультировали, а врач там назначил самый, как мы, девушка, дешманский препарат, который только существует, за него взял огромные деньги, и счет где-то порядка на наши, на наши рубли, типа 27 тысяч, за вот этот вот визит обошлось. 27 тысяч рублей? Это где-то порядка 450, вот таких вот, когда было или суток. А что сделали-то конкретно? Что вообще-то сделали? Назначили лекарство, которое, которое моя супруга и сказала, из какого отец. За 27 тысяч рублей? 27 тысяч. И много. Чтобы, это очень много, чтобы понять, вот я два года назад, или год назад, своим собакам, ну, нужно было зубы почистить, профессионально, там налет появился, а это стоило, просто прием, чтобы осмотреть собаку, было, по-моему, 200-250 рублей. Вот. Но это по другой причине туда приехало. А если вот зубы почистить, это мне стоило, тогда чуть меньше 2000 рублей за одну собаку. То есть, это ты, знаешь, какая-то разница большая. Ну, то есть, почему я это сказал? Потому что люди, вот мы, люди, которые жили на Западе или в других странах, мы понимаем, что зарплаты там выше, по факту, да, это нельзя спорить, да, там зарплаты выше, 100%, но там и затраты в некоторых местах, отраслях, невероятно высокие, по сравнению, тот же сам интернет, ветеринарные какие-то службы, вот. А стоит это просто огромные деньги, разница, в зарплате такой разницы нет, как, например, стоимости вот этих сервисов. с этим абсолютно согласен, интернет, ну, как это, когда знаешь, что за телефон ты платишь порядка 4 тысяч рублей, вот за телефон, который не интернет-лимитированный, там тоже был. Это просто интересно, по какому курсу, это 80 долларов или мы уже на 100 долларов перешли канадских в месяц за телефон 4 тысяч рублей. 100 долларов. Там 90-го такие, 70-е. У меня был Видеотрон и Роджерс, Видеотрон, это, ну, домашний интернет, якобы безлимитный, вот, и там, кажется, какие-то каналы были, я не помню, но, короче, за интернет у меня выходило 80 долларов, плюс налоги и так далее, за телефон мобильный это было еще где-то в порядке 80-100 долларов, ну, вот так вот за обычную связи, обычный там интернет это 160-180 долларов в месяц у меня уходило. Так что, ну, интересные моменты, которые знают люди, которые там жили. То, что касается быта, цены отличаются. Вопрос тогда, когда вы начали думать о переезде, зачем вы это сделали? Оттуда туда. Из Монреаля, скажем, вот в Уфу. Вот ради интереса, почему и зачем, когда? Тут как раз вот эта история, про которую мы рассказываем в нашем...